Альберт Эйнштейн Эйнштейн Он стал участвовать в антивоенных демонстрациях. Его выступления в защиту акций гражданского неповиновения и публичная поддержка тех, кто отказывался нести воинскую повинность, не снискали ему симпатий коллег. После войны он приложил немало сил для примирения наций и улучшения международных отношений. Это также не добавило Эйнштейну популярности, и скоро политические взгляды затруднили ему въезд в Соединенные Штаты даже для чтения лекций. Вторым по значимости мотивом был для Эйнштейна сионизм. Еврей по происхождению, Эйнштейн отвергал библейскую идею Бога. Однако рост антисемитизма, как перед Первой мировой войной, так и в ходе ее, постепенно привел Эйнштейна к солидарности с еврейским сообществом, а позже он стал открытым сторонником сионизма. И снова непопулярность не помешала ему открыто высказывать свои мысли. Его теории оказались предметом нападок. Была даже создана антиэйнштейновская организация. Один человек был осужден за подстрекательство к убийству Эйнштейна и оштрафован всего на шесть долларов. Но Эйнштейн оставался невозмутим. После выхода в свет книги «Сто авторов против Эйнштейна» он заметил, «Будь я не прав, хватило бы и одного». В 1933 году к власти пришел Гитлер. Эйнштейн, находившийся в Америке, объявил, что не вернется в Германию. Когда нацисты устроили налет на дом ученого и конфисковали его банковский счет, «Берлинская газета вышла с заголовком «Хорошие новости от Эйнштейна! Он не вернется!» Перед лицом нацистской угрозы Эйнштейн отказался от пацифизма и, опасаясь, что немецкие ученые создадут ядерную бомбу, заявил, что Соединенные Штаты должны разработать свою собственную. Но еще до первого атомного взрыва он публично предупреждал об опасностях ядерной войны и предлагал установить международный контроль над ядерным вооружением. Борьба за мир, которую Эйнштейн вел на протяжении всей своей жизни, вероятно, принесла мало долговременных плодов и, конечно, мало друзей. Его публичная поддержка дела сионизма была, однако, должным образом оценена в 1952 году, когда ему предлагали стать президентом Израиля. Он отказался, сославшись на то, что не искушен в политике. Но, возможно, реальная причина заключалась в ином. И тут мы снова сошлемся на его слова. «Уравнение для меня важнее, потому что политика для настоящего, а уравнение для вечности». Галилео Галилей Галилей, возможно, больше любого другого человека, ответственен за рождение современной науки. Известный конфликт с римско-католической церковью имеет ключевое значение для его философии, поскольку Галилей одним из первых стал доказывать, что человек способен познать, как устроен мир, и более того, познать это путем наблюдения за реальными явлениями. Галилей с самого начала верил в теорию Коперника, что планеты обращаются вокруг Солнца. Но он стал публично высказываться в ее поддержку только тогда, когда нашел необходимое доказательство. Он написал о теории Коперника на итальянском языке, а не на латыни, принятой тогда в ученой среде, и скоро его взгляды получили широкую поддержку вне университетов. Это вызвало раздражение профессоров, приверженцев Аристотеля, которые объединились против Галилея, стремясь добиться от католической церкви запрета на учение Коперника. Галилей, обеспокоенный этим, отправился в Рим, чтобы поговорить с духовными авторитетами. Он утверждал, что Библия создана не для того, чтобы служить источником научных теорий, и те места, где она противоречит здравому смыслу, являются аллегориями. Но католическая церковь, опасаясь скандала, который мог бы пойти во вред ее борьбе с протестантством, прибегла к репрессивным мерам. В 1616 году она объявила учение Коперника ложным и ошибочным и потребовала, чтобы Галилей никогда больше не защищал и не придерживался этой доктрины. Галилей согласился. В 1623 году давний друг Галилея стал римским папой. Галилей сразу попробовал добиться отмены постановления 1616 года. Он потерпел неудачу, но получил разрешение написать книгу о системах Аристотеля и Коперника на двух условиях. Он не станет принимать чью-либо сторону и придет к выводу, что человек не может решать, как устроен мир, поскольку Бог способен добиться одних и тех же результатов способами, недоступными разумению человека, который не в силах ограничить всемогущество Бога. Книга «Диалог о двух главнейших системах мира» Птолемеевой и Коперниковой была закончена и издана в 1632 году при полной поддержке цензоров и немедленно получила признание во всей Европе как литературный философский шедевр. Скоро Папа Римской, осознав, что книгу восприняли как убедительный аргумент в пользу учения Коперника, пожалел, что дал разрешение на ее публикацию. Папа утверждал, что хотя книга вышла с официального благословения цензоров, Галилей, тем не менее, нарушил постановление 1616 года. Галилей предстал перед судом инквизиции, который приговорил его к пожизненному домашнему аресту и приказал, чтобы он публично отрекся от учения Коперника. И вновь Галилей согласился. Галилей остался преданным католикам, но его вера в независимость науки не была сокрушена. За четыре года до смерти в 1642 году, когда он все еще пребывал под домашним арестом, рукопись его второй главной книги была тайно переправлена издателю в Голландии. Именно эта работа, беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, даже больше, чем поддержка Коперника, дала толчок к рождению современной физики. Исаак Ньютон Исаак Ньютон не был приятным человеком. Его плохие отношения с другими учеными печально известно, а свои последние годы он провел в горячих спорах о приоритете открытий. После публикации «Начал», несомненно, самого важного из когда-либо написанных физических трудов, Ньютон быстро достиг широкой известности. Он был назначен президентом королевского общества и первым из ученых возведен в рыцарское достоинство. Довольно скоро у Ньютона произошла стычка с королевским астрономом, директором Гринвичской обсерватории Джоном Флемстидом, который ранее обеспечил Ньютона данными, крайне важными для его начал, а теперь отказывал в информации. Ньютон не мог смириться с отказом. Он добился своего назначения в Совет, управляющий Королевской Гринвичской обсерваторией, а затем попытался настоять на немедленной публикации данных. В итоге его стараниями работа Флемстида была похищена и подготовлена к публикации смертельным врагом последнего Эдмундом Галлеем. Но Флемстид через суд в последний момент наложил запрет на распространение украденной у него работы. Разгневанный Ньютон отомстил тем, что систематически удалял все ссылки на Флемстида из последующих изданий «Начал». Более серьезный конфликт возник у Ньютона с немецким философом Готфридом Лейбницем. Лейбниц и Ньютон, независимо друг от друга, создали новую область математики, называемую анализом, на которой основана значительная часть современной физики. Хотя, как мы теперь знаем, Ньютон открыл математический анализ на несколько лет раньше Лейбница, результаты своей работы он обнародовал намного позже. Ученый мир втянулся в острую дискуссию о том, кому принадлежит приоритет открытия. Примечательно, однако, что большинство статей в защиту Ньютона были первоначально написаны его собственной рукой и только изданы под именами друзей. Поскольку разногласия не утихали, а только набирали силу, Лейбниц обратился к королевскому обществу с просьбой разрешить спор, и это была его ошибка. Будучи президентом общества, Ньютон назначил так называемую беспристрастную комиссию для расследования, которая по любопытному совпадению состояла сплошь из его друзей. Но это еще не все. Ньютон сам написал заключение комиссии и настоял, чтобы королевское общество его опубликовало, официально обвинив Лейбница в плагиате. Все еще неудовлетворенный, он поместил анонимный обзор сообщения в периодическом издании королевского общества. Говорят, после смерти Лейбница Ньютон высказал большое удовлетворение тем, что разбил Лейбницу сердце. В то время, когда шли эти два спора, Ньютон уже покинул Кембридж и академическое сообщество. Кембриджа затем в парламенте он активно проводил антикатолическую политику и был вознагражден назначением на прибыльную должность смотрителя монетного двора. Здесь он нашел более приемлемое для общества применение своей изворотливости и желчности, с успехом взявшись за борьбу с фальшивомонетчиками, и даже отправил нескольких человек на виселицу.